Приветствую всех, кто встречает новый день с нами в эфире «Вести утро» Кабардино-Балкария в студии Мадина Урусова. Госавтоинспекторы решили еще раз напомнить водителям о необходимости своевременно оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сегодня в Кабардино-Балкарии стартует профилактическая декада под названием «Должник». Как поясняют в республиканском ГИБДД, процент невыплаченных штрафов в регионе достаточно велик. По составленным за пять месяцев текущего года протоколам с нарушителей должны взыскать больше 178 миллионов рублей. Напомню, на оплату штрафа дается около 90 дней. Водителям, которые еще могут вовремя погасить задолженность, в рамках профилактической декады автоинспекторы будут предоставлять распечатку с подробностями их правонарушений. А злостных неплатильщиков могут и задержать на 15 суток. Выпускникам сегодня предстоит очередное испытание. Одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по информатике, биологии и истории. Начнется тестирование в 10 утра. Экзамен по информатике продлится 3 часа 55 минут, а на биологию и историю отведено по 3 и 3,5 часа соответственно. Результаты ЕГЭ по этим трем предметам станут известны 20 июня. Напомню, по информатике нужно набрать минимум 40 баллов, по биологии – 36, а по истории – 32 балла. Большая уборка в Приэльбрусе. В минувшие выходные у подножия Двуглавой горы прошел субботник. Защитый Эльбрус! Навести порядок на склонах Эльбруса и очистить территорию от мусора собрались волонтеры из Кабардино-Балкарии и соседних республик. Отдыхать любят все, но и за тем, где мы отдыхаем, тоже необходимо следить. Мне кажется, что это наша такая небольшая, скажем, акция. Я думаю, может быть, в будущем потянутся больше народа к нам сюда. Может быть, там будут нам помогать. И поймут, что там, где мы отдыхаем, не надо мусорить. Более 200 активистов, борцов за чистоту окружающей среды, поднялись на канатные дороги, на поляну Азал и станцию Кругозор. Уборка на высоте почти в 3000 метров велась под контролем спасателей и медиков. В Рунете стартовал новый уникальный соцпроект под названием «Большая книга о любви». Это сайт, где собираются письма признания обычных людей из России и других стран. Пользователи размещают благодарности родителям, признание в любви вторым половинкам и даже родному городу. Уникальность проекта в его доступности. Каждый совершенно бесплатно может разместить в книге свое письмо. Впоследствии планируется создать электронную и печатную версии. Авторами издания станут участники проекта. Кстати, на страницах сайта запускается раздел «Города». Главным мотивом для признания здесь станут рассказы о любимых местах родного города и интересных фактах из его истории. Возможно, на страницах «Большой книги о любви» кто-нибудь напишет и о Нальчике. И о спорте. В Тереке прошел всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти мастера спорта СССР Казбека Панагова. «Этот турнир является данью уважения памяти яркого представителя школы самбо в Терском районе. Всем собравшимся спортсменам я хочу пожелать честной, бескомпромиссной борьбы. И пусть сегодняшний турнир для вас станет одной из ступеней ваше большое спортивное будущее». В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 регионов страны, в их числе более 20 мастеров спорта. На 17-й традиционный турнир приехали команды Адыгеи, Краснодарского края, Волгограда, Чечни и Москвы. Состязания длились два дня. По их результатам несколько спортсменов выполнили норматив мастера спорта. И пока это все, увидимся в следующем часе. Новый день с нами в эфире «Вести утро» Кабардино-Балкария в студии Мадина Урусова. Госавтоинспекторы решили еще раз напомнить водителям о необходимости своевременно оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сегодня в Кабардино-Балкарии стартует профилактическая декада под названием «Должник». Как поясняют в республиканском ГИБДД, процент невыплаченных штрафов в регионе достаточно велик. По составленным за пять месяцев текущего года протоколам, с нарушителей должны взыскать больше 178 миллионов рублей. Напомню, на оплату штрафа дается около 90 дней. Водителям, которые еще могут вовремя погасить задолженность, в рамках профилактической декады автоинспекторы будут предоставлять распечатку с подробностями их правонарушений. А злостных неплатильщиков могут и задержать на 15 суток. Выпускникам сегодня предстоит очередное испытание. Одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по информатике, биологии и истории. Начнется тестирование в 10 утра. Экзамен по информатике продлится 3 часа 55 минут, а на биологию и историю отведено по 3 и 3,5 часа соответственно. Результаты ЕГЭ по этим трем предметам станут известны 20 июня. Напомню, по информатике нужно набрать минимум 40 баллов, по биологии 36, а по истории 32 балла. Большая уборка в Приэльбрусе. В минувшие выходные у подножия Двуглавой горы прошел субботник. Защитить Эльбрус! Навести порядок на склонах Эльбруса и очистить территорию от мусора собрались волонтеры из Кабардино-Балкарии и соседних республик. Отдыхать любят все, но и за тем, где мы отдыхаем, тоже необходимо следить. Мне кажется, что это наша такая небольшая, скажем, акция. Я думаю, может быть, в будущем потянутся больше народа к нам сюда. Может быть, там будут нам помогать. И поймут, что там, где мы отдыхаем, не надо мусорить. Более 200 активистов, борцов за чистоту окружающей среды, поднялись на канатные дороги, на поляну Азал и станцию Кругозор. Уборка на высоте почти в 3000 метров велась под контролем спасателей и медиков. В Рунете стартовал новый уникальный соцпроект под названием «Большая книга о любви». Это сайт, где собираются письма признания обычных людей из России и других стран. Пользователи размещают благодарности родителям, признание в любви вторым половинкам и даже родному городу. Уникальность проекта в его доступности. Каждый совершенно бесплатно может разместить в книге свое письмо. Впоследствии планируется создать электронную и печатную версии. Авторами издания станут участники проекта. Кстати, на страницах сайта запускается раздел «Города». Главным мотивом для признания здесь станут рассказы о любимых местах родного города и интересных фактах из его истории. Возможно, на страницах «Большой книги о любви» кто-нибудь напишет и о Нальчике. И о спорте. В Тереке прошел всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти мастера спорта СССР Казбека Панагова. «Этот турнир является данью уважения памяти яркого представителя школы самбо в Терском районе. Всем собравшимся спортсменам я хочу пожелать честной бескомпромиссной борьбы. И пусть сегодняшний турнир для вас станет одной из ступеней в ваше большое спортивное будущее». В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 регионов страны и в их числе более 20 мастеров спорта. На 17-й традиционный турнир приехали команды Адыгеи, Краснодарского края, Волгограда, Чечни и Москвы. Состязания длились два дня. По их результатам несколько спортсменов выполнили норматив мастера спорта. И на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Удачного дня! Субтитры создавал DimaTorzok